В знойный полдень в Ореховой роще особенно заметны места, где в Розарии поливная система просела или нарушена. Желико Анатольевна, ну это стоит денег. Денег стоят розы. Денег стоит за ними ухаживать. Денег отдали за полив. Все это сухое. Кто ответственный за Ореховую рощу? Кто-то же должен за всем этим смотреть. Несмотря на жаркий день, по аллеям любимого парка отдыхающие устремляются к фонтану. А если с малышами, то к детской площадке. Но тут зелень газона выбита до основания. В случае от дождя или снега, грязи по коленам. Прокат детских машинок напрочь уничтожил зеленый газон, а собственно стали рекламными щитами и фонарными столбами. Люди далеки просто от 21 века. Как это делается правильно? Кто это убился? Кто допустил это? В результате обхода парковой зоны, исполняющей обязанности главы города Юрий Поляков, дал ряд поручений заместителю главы Анжелике Бузуновой. Те объекты, которые есть, пожалуйста, разберитесь, приведите в порядок. Если они здесь не нужны, их отсюда убрать. Мне непонятно, там где машинки, все вытопкано, все надо восстановить. Детскую площадку, она муниципальная, она нужна детям, когда родители приходят с детьми, играются здесь, все понятно. Но тогда ее надо ограничить чем-то. Обратите внимание на полив. То есть, если мы делали здесь этот полив, он есть и существует, надо иметь понимание, как он работает. Может, где-то что-то не работает, потому что часть роз стоит хороших, зеленых, не могу сказать, там все это высохло. Могу сказать о по траве. Да, зеленая трава, очевидно, влага какая-то есть. Значит, уделите внимание, это может быть одно из таких мест для анапчан, где они могут прийти спокойно отдохнуть. И по сухим деревьям. Обратите внимание, ревизию сделайте. Сухие орехи убрать, другие орехи грецкие также посадить, раз это ореховая роща. Договорились? Да.